Костюмы, рубашки, галстуки на выходные в сторону. В субботу представители городской власти собрались в спорткомплексе «Нитрон». Товарищеская встреча была посвящена дню рождения русского хоккея. Из-за погоды игру провели не на улице, а в зале. Это тоже хоккей, называется флорбол. За команду Димитровграда играл глава администрации Юрий Чибисов, а глава города Николай Горшенин был в числе активных болельщиков. В рамках проучения губернатора, который нам постоянно говорил, что все муниципальные образования, они должны проводить в субботу здоровую, обязательно, с коллективами. Но мы пошли на то, что начали, по примеру губернатора, который проводил в Ульяновске игру в хоккей среди муниципальных образований, мы думаем, ну вот у нас есть здесь. На первый случай начали с Мелькесским районом. Вот пока планируем все встречи или соревнования проводить с Мелькесским районом. А потом, думаю, к нам все, вот этот завод же присоединится. У чиновников товарищеская встреча завершилась в ничью. 3-3. В спортзале состоялся матч и среди детей. Как и в случае со взрослыми, одна команда тоже представляла Димитровград, а вторая – Мелькесский район. Мы старались изо всех сил, все нам мокли. Мы заняли второе место, но хотелось бы нам занять первое место. Но надеюсь, что мы в следующий раз сделаем их. Сезон хоккея на льду завершился, а сейчас стартовала серия игр в зале. Флорбол проводили и с целью популяризации этого вида спорта. Ведь Димитровграду в 2016 году предстоит принимать чемпионат мира по хоккею с мячом. Этот турнир один из первых, который в 2015 году проводится. И я надеюсь, что он будет не последний. Как видите, мы пригласили и детей сюда развивать тем самым детский спорт в городе и в районе. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Наше время.